Сказали какие-то моменты, которые у вас есть? Я бы попытался эту методологию начать, чтобы оно развернуть. Как вы смотрите на это? Мне кажется, это было бы лучше всего. Сейчас закончим презентацию, а пока у нас какое-то время есть. Давайте. Хотите? Тогда. Хорошо. И мы вместе... А можно я включить презентацию, которая была? Вам попробуют помочь презентации, которая могла бы быть сейчас. Ага. Ну смотри, а... Участливая. Да, хорошо. Хорошо. Вот и без знания. Вот может быть вот про это и все. Или как вам добавить. И здесь мы можем поработать в сархитектуре. С этапами нашей работы. Так, опять же, я взял. Я записываю. Да, возьмите. До нашей коллекции. Да, я вам обещал, хотите запишите мой номер? А можно следующий слайд? Вы вообще обменялись челиконом? Вообще, я вам не написал. Я вам обещал для изучения презентации. Да, для изучения. Вы можете с вами рассказать чуть-чуть о Сибири и рассматривать в каких зонах примыкания ровно сквоза, как у нас нет, не портняется. Дорогие коллеги, у нас формат быстрых онлайн-консультаций. Не онлайн. Дорогие коллеги, у нас очень важно. У нас в комитете 2000 человек, которые в WhatsApp, в Telegram группа, в этой регионе. Спасибо. И не надо никого учить, они все хорошо знают, каждое свое ремесло, да, хорошая вышивка, ткачество. Это ткачество и войлоковаляние, это все делается в традиционной культуре, и они как бы из поход веков это сохранили. И хотелось бы объединить как бы форшен индустрию и новое направление, тенденции и, конечно, дисформизация, да. Это хотелось бы внедрить и как бы... Вопрос, какие шаги, да? Да, да, да. Давайте я вот быстро прогрихую. Никто не против, да, что мы в таком формате. Смотрите, вот начинать всегда нужно с полки. Вам нужно начинать с конца. Вот это обратная контрактация. Вы начинаете не с марки, не с ремесленников, не с вот сообщества. У нас тоже есть сообщество. Вот здесь есть вот у нас условно людей, которые поэтому в пути шага возникли. Сначала ДНК, какой-то план, потом они двигаются дальше. Но для того, чтобы это эффективно работало, нам нужно цепочку производственную замкнуть на цепочку потребительскую. И замыкающим звеном здесь являются, ну, три игрока, во-первых, ну, четыре. Во-первых, потому что это гибридный продукт, вот это материальное, это должно лежать на полке. Во-вторых, это информационное, кто-то должен это любить и рассказывать, не сами люди, а лидеры мнений, которые умеют с этим работать. Соответственно, вот нам нужно посмотреть на этап 11, личные медиа-редакции, это блоги и какие-то редакции, которые с этим работают. И, как бы, и построить все остальное, вот, как бы, это, ладно, все остальное, так вот, если вы поняли, что, вот, как бы, мы хотим покупать, вот, например, мы называем самое классное медиа, которое есть, например, в Кыргызстане, если у вас есть магазин в Кыргызстане, будет купить и покупать. Если их нету, то мы берем, например, ну, Казать, да, мы, как бы, выбираем здесь, вот, как раз прописанные мультибранды Казать. Мы, например, выбрали, что, вот, мы хотим продаваться в Дипа Веню, в People, там, в Студио Слово, в какие-то, как, молодые магазины. Мы, соответственно, должны понять их спрос, их потребителя, возможно, здесь их нету, потому что, как бы, но где-то потребитель покупает товары, те, которые производятся. То есть надо понять, где он покупает, найти эту полку, да, и перечислить. Здесь вот мы условно выделили их три, их может быть по-разному. Это онлайн-продажа, например, Авито. На Авито ручной промысел хорошо продается, ну, там, индивидуальный там, Авито, для этого созданный сервис объявлений, да, люди любят, теоретически. Да, но вам нужно заходить в более премьерный сегмент и саму продукцию делать, как бы, более премьерный. Масса, она тоже останется, это, возможно, как раз вот какие-то платформы, может быть, с класса, если вы зарегистрировали. Вот, и, и, как передать, соответственно, вы должны примерно, примерно понять, что вот, вот эти вот целевые магазины, с которыми вы, может быть, не все сообщество, самые сильные из сообщества, но всему сообществу будете прозрачно показывать, как идет эта работа. Вот мы, например, делали эти конкурсы для 100, в финал выходят 10, например, и видели, как же настраивались и имеют взаимодействие. Если товар ставится на полку, как он ставится на полку, кто оплачивает производство. В следующий момент, самое главное, в принципе, понять, на каких полках он должен стоять. Да, и кто об этом должен писать, потому что люди покупают товары, которые, то есть, вы знаете, вот Индаев, много тысяч лет назад, которые здесь погуляли, в том числе, там, в том числе, у них было кастовое деление, и вот в этом кастовом делении вышли и касты, да, которые были для тропейцев, и для того, чтобы им они перечли вот всю историю. И эти касты назывались варны, и варны переводятся цвет, то есть они систематизировались по цвету одежды и по атрибутике. Да, поэтому для того, чтобы попасть в современную аудиторию, вам нужно вот эти вот ролевые модели задать. То есть это уже мечты в ролевых моделях, священники, воины, там, и христиане, кто-то еще, которые маркированы, и не так просто маркированы по цветам. Общество стало сильно сложнее за это время, очень увеличилось, но все равно есть, как бы, некие ролевые модели, и даже все, как бы, там, следователи, блогеры и так далее, они все равно работают на этих моделях. Кого они копируют? Нью-Йорк, там, Парижский Бодиум, еще кого-то, да? Они могли бы работать с вами, работая с вашей альтентикой, с этим тоже понимать. Поэтому здесь вот очень важный вот этот вот маркетинговый момент, работа с истилистами, потому что это будет объединять, вот, условно, ну, это объединяет, а как ЦУН, например, на самом деле он знает, московский, да? Вот это объединяет, похоже, как бы, ну, как ЦУН, но только в Казаре. Вот вы спрашиваете, вы, во-первых, можете сами прийти туда и посмотреть. Вот это вот здесь. Ну, то есть, вам нужно буквально целевую, целевую, целевую пробку и просмотрите, как она сейчас устроена. Вот если вы сейчас, как вы зайдете, просто идете, пройдете там вот радовой улице, все динамики, посмотрите, что там лежит. И посмотрите из того, что там лежит. То есть вы вот эту раннюю контрактацию сделаете сами, не еще не привлекаемой. Вы смотрите, так всегда делаются. Вы приходите, смотрите, что продаете, спрашиваете у продавцов, Вот это хорошо продаёте, это не, да? Потому что обычно нужно взять и сделать из него сумку, соединить его с Луэвитоном, и чтобы удовольствием так не будет продавать. Надо посмотреть, что в этих элементах продаётся, если там есть как-то уголь, если он будет из него хищен, я тебе просто сказал, что там нет. Вот, соответственно, вы понимаете, на какой полку это встает. Вы понимаете образ теоретически человека, который является в этой полке образцом, который создаёт любую модель. И вот эти стилисты, которые сейчас всё больше работают. Что сейчас в Москве происходит? И в данный момент все наши лидеры мнения, если вы посмотрите на топ от 1000, говорят, это ужасно, как бы лучше быть новым. Это страшно. Но, откуда доберёмся? Это люди, которые в России хотят следить за этими блогерами. Но понимаешь, что блогеры имеют такую мощь, они начинают привлекать команду стилистов. Теперь они классные дела. Есть несколько блогеров, которые они тоже привлекают. Они тоже привлекают, они тоже привлекают. Мы не были институтом перемолканного института развития моды в 16-м году в 19-м году. Они, как блогеры, тоже выросли. И они сейчас работают с этим. Соответственно, кто-то может работать с этой стилистикой и даже предложить им работать с этой стилистикой. Это будет классно. Поэтому теоретически вам что нужно? У вас третий человек, а вам нужно ворону. Это экспериментально, можно забрать сюда. Я наблюдаю вот такую обиатуру. А вот это бешок и направлю в холодную воду. Это можно сказать, что ежедневная стилистка. Шопная, тёплая, непонятная и это всё. Но, как вы берёте эту вещь, приходите в магазин, У вас, например, есть два пути. Либо вы повышаете маржинальность, либо вы выберете ручное, и для тиража не выйдет. То есть вы можете даже маржинальность повышать. Если вы повышаете маржинальность, то вам не обязательно или у вас новые личные клиенты или как-то по-другому, что вы решили из онлайн-продажа. Но, если вы хотите, как бы, ну, здесь вот есть вопрос вот про вас, про вот это, здесь нужно с порядком соревноваться. Но любопытно, что, вот мы считаем, что, вот, в цене будут продавать, пожалуйста, какие-то такие вещи. А вот такие вещи тоже в цене вы где продаете. За последние 7 лет я изучила как бы весело эту технологию, потому что уже увеличила нам уже дешевле. Да? И хотелось бы, чтобы проект рассказал, что это возможно не так. Вот смотрите, вы какую технологию изучили? Вы изучили технологию работы с речью. Да, с речью. Вы выбрали вот одну цепочку, как бы вот, ну, муставирование, ну, то есть эти опытные образец, ну, штабирование, вы говорите, что, а вот, точнее, производство канала, это же производство. Да, да, да. Теперь вам нужен какой-то посредник, который вывезет вас вот на этих игроков. Как раз вот в этом, правильно, да? Да. Для того, что, но, ну, можно и без посредника. Можете просто прийти в этот магазин с этой вещью, посмотреть, присмотреть, с какой у меня, кстати, в сумке тут лежит вещь, что моя знакомая сделала. Вот мне очень нравится. Вот есть что-то такое. Вы можете показать сам продавец, который не забрекован никак, в котором он должен вас подобретать. Продавец вам не может сказать нет. Вы как бы с ним спрашивали, вот такие вещи у вас есть, продавец, и вы понимаете, подходит ли вам это полка. То есть вы должны быть на понимании того, какие полки вам подходят. И какой есть спрос уже. И если он чуть-чуть есть, то после этого вы его увеличили. То есть маркетингом, и вы, например, на вот этих блогеров и вложениями средствами нужно заниматься тогда, когда у вас появилась полка, хотя бы одна, хотя бы один магазин, например, в Истане, тоже есть. Любые, например, магазины, может быть, конечно, они есть. Вы приходите к ним и заказываете. Ну, вы можете беседовать. Вот. Каким образом это настроить для вас? Если говорить о том, каким образом это настроить для двух тысяч человек, то... Ага. Супер, спасибо большое. А мы тут классный формат испурилили вот такие кейсы в регионах. Ага. Хорошо. А... Ой. Да? Презентации. Ну, а хотите бы еще вот индивидуальных или лучше презентацию рассказать про наши кейсы в регионах? Они похожи, в принципе. Про кейсы, да? Тут коллеги делали, поэтому, может быть... Может быть немножко... Я сам не знаю, что ли. Представляете? Есть ли модуль регионов? У нас все региональные кейсы, с которыми мы работаем. Потому что в Москве все понятно, как бы там в Цепульке более-менее, даже в Казани тут сейчас бурный рост. Но есть ли вообще модуль регионы? Есть. То есть, мы живем регионы. Самоорганизация. Отличная история. Интересный продукт. А... Что... Какие основные проблемы в регионах? Есть спрос и предложения на деятельность реактивного класса, да? Как бы... Мы как регионы думаем, что все классное в Москве, а еще более классное в Париже, а совсем классное в Нью-Йорке. И мы как бы вот встраиваемся в королевые модели. Мы смотрим вот так вот и пытаемся сделать. Все ивановские марки, они как бы называются по-парижски или по-итальянски. Да? Как бы... Ну, практически нет ни одной марки, которая называется там смородина. Ягодки. Да? Да. Ягодки. Я желаю мне сказать, что называется в Адгинс. А... Соответственно, как бы, сами... Ну как бы получается, что региональная экосистема сама себя не видит. То, о чем мы бы сейчас говорили чуть-чуть раньше, да? Там как в Казани можно было бы настроить вот эту партнерскую цепочку. Потому что сейчас ситуация изменилась, что здесь 3 миллиарда рублей. 3 миллиарда это очень много. Это очень большая зона. 25% освободившейся ниши, в которую можно заходить. И заходить в нее поодиночке тоже нельзя, нужно выстраивать цепочку. Вместе равно лучше. Это немножко наш форум, который мы проводили, наш мероприятий, который мы проводили в Москве. И я покажу несколько региональных примеров, с которыми работают мои коллеги системно. Ушота руки в Севернбурге. Смотрите, можно я просто... Скажите, а вот какой-то раз дату или как-то можно это как-то... А если меня добавят в чат, я думаю, что это можно делать. Потому что то, что вы сейчас говорите, это до этого, да, это просто учебник. Это надо как бы... Спасибо большое. Ну что, мы как раз вот вместе с вами хотели бы этот учебник написать. Мы обязательно добавимся в учет. Тут, наверное, есть ВКонтакте сейчас, я посмотрю. Сейчас я буду включать на учет. Вот смотрите, один из самых успешных примеров. Это бренд Ушотава из Екатеринбурга. Они не уехали, они позиционируются Ушотава в Екатеринбурге. Но я думаю, что вы знаете. Агуст, теперь Агуст Берли, теперь. Но как бы тоже, в общем... Вот казанский бренд Ю-Юл. Сложно сказать, насколько прям это огромный бизнес, но современная работа с современной культурой, смесь современности и традиции. В общем, короче, достаточно большое количество брендов уже появилось. Но как бы раньше нельзя было... Это презентация позав прошлого года. Ну, как бы... И тогда нужно было сразу выходить на федеральный уровень. Сейчас можно и в регионе оставаться. И в регионе это настраивать. Наладить в регионе, в быстрой цепочке, когда у тебя все знакомы, если никто не обманет. Да? Ну, ты больше их видишь. У вас коллективный надзор. Там нужно маме позвонить, сказать, там, твой Вася меня обижает. Звони маме, Пете. Условно, да? Как бы это может настраиваться. Но! Первый этап, о котором я рассказывал, как цепочка настраивается внутри региона. Второй этап, что, собственно, все равно бренду нужно выходить за пределы региона. Здесь еще очень важный момент. Что такое бренд? Почему мы все копируем парижский бренд? Знаете, какой главный? Главная причина, что бренд это место в голове. Это, это, ну, как бы киберпространство. Вот, как бы ноосфера, о которой говорил Вернадский. Сейчас это вот киберпространство. Там уже искусственный интеллект, как бы, помогает нам сориентироваться. Не пойми, что будет. Но мы вот, как бы, ноосфера уже с нами. Она вокруг нас. Нас снимает. Мы сейчас немножко в ноосфере. Мы сейчас все немножко в телефонах. Вот это вот постоянное присутствие здесь. А что такое киберпространство? Там нету территории. Там, как бы, скорость, там нарушаются законы, вот, которые здесь есть. Там со скоростью света информация распространяется. И мы, получается, все оказываемся в конкуренции. Если раньше мы не знали, что в одном регионе, что в другом регионе была самобытность, то теперь в киберпространстве мы все, как бы, по-дному. То есть, отличаться в киберпространстве нельзя тем, что ты бренд из Иркутска. Отличаться в киберпространстве можно, если у тебя визуальный код отличается. Почему все говорят про ДНК? Почему все, ну, бренды, да? Почему все говорят, в принципе, о брендах? Потому что вот в информационном поле вы в одном. Вы вот как в огромной библиотеке. И в этой библиотеке есть много-много людей, которые хотят читать книжки, но они не могут запомнить 100 тысяч книжек. Они могут запомнить только 100 книжек. Потому что к нам в голову, как когда-то 100 богов, нам может поместиться эти 100 брендов. Как сделать так, чтобы мы эти бренды не забыли? Нас заваливают рекламы эти бренды. У нас появляются модные глянец. Да, как бы, как и итальянские, французские, американские, европейские бренды входят в Россию в 90-х. Они входят глянцевыми журналами. Заходят, как бы, глянцевые журналы, которые создают эту потребность. То есть, мода любимое дитя капитализма, потому что она формирует потребность. А потом уже, как бы, ты в этой потребности, ну, как бы, говоришь, я вот хочу так, я хочу так. И мы, если переставим эти журналы, да, то можно, мы еще такого не делали, но мне кажется, что можно это распределить, как примерно по образу вот этого вот Гермеса, это вот там Афродита, это вот еще кто-то. То есть, это бьет в архетипы наши. Потому что запомнить мы не можем образ, мы запоминаем то, что уже помнят. Да, мы несем, как бы, наши слова, да, стол это сплаться, там, типа, начало и конец это однокоренные слова, как бы, ну, вот, в проэндоевропейском языке. Мы, как бы, все это вместе у нас в головах, и поэтому, когда вот появляется эта постиндустриальная экономика, когда не только товар, но и информация. Вот эта вот информация, она как бы сузилась. И поэтому, если он больше, вот, почему регионам, мне так кажется, это мой, почему регионам сложно, потому что вот этого, в своем отечестве пророков нет, да, потому что и репортно... Культура слонавности. У нас, как бы, и Барягов позвали с самого начала на царство, да, потом у нас, как бы, французский язык был сначала интеллигенция, потом, как бы, ну, все остальные языки, вот. Но, смотрите, к чему... Ну, а сейчас, как бы, вот, такой, какой-то новый возврат. Что, как бы, почему сейчас у регионов огромные возможности? Потому что, как бы, вот эти 100 брендов глобальных корпораций, которые, там, 3-4, на самом деле, игрока владеют, они, как бы, они немножко всем надоели. Как бы, люди хотят разнообразия, люди хотят уникальности. И для того, как бы, то есть, сначала в, вот, вот мы, как общество, мы были связаны книгами, газетами. Нужно было переводить языканые книги. Сейчас мы связаны интернетом, сейчас мы визуально связаны. Сейчас мы все постоянно в этой общей информационной среде, первыми в этой общей информационной среде настраиваются длинные связи. Да? Ну, типовые связи. Вот мы, у нас был архетип, там, не знаю, сексуальная блондинка, там, не знаю, блондинка с голубыми глазами, вот, и Брэд Питт. Как бы, вот у нас, как бы, два эти, как бы, архетипа мы сразу подписались на миллионы, но, как бы, у нас, мы сразу, как бы, это типизация, мы сразу стали подписаны на инфлюенсеров, эти инфлюенсеры сразу стали иметь 10 миллионов подписчиков, мы вот стали все типовыми такими, одинаковыми. Но мы понемножку устаем от этих типовых связей длинных, которые, ну, как бы, со всего мира все сталкивается, вот, как бы, вот, какая там самая, Кикин Кардашьян, самая влиятельная женщина сейчас в фашин области, в том числе. Какого хрена? Кто это? Почему? Типа, ну, вот она отражает своими структурой, как бы, поведением, моделью, она отражает бессознательные людей. Мы, как бы, выбрали это бессознательное. Но нам оно надоело, и не просто надоело, потому что маленькие связи тоже начинают простраиваться. Все наше общество простраивается, как бы, такими, мы переходим в киберпространство, с цифровыми удержателями вот этих моментов, и дальше начинают простраиваться маленькие связи, как бы, локальные связи, связи с другими культурами, связи с традицией, да? То есть мы, по факту, работаем с информацией. Вот эта информация сначала типизированная, мы выучили это дважды по одному, как бы, а мы дальше уходим в высшую математику, потому что, ну, мы отцифровываем соседей, и мы отцифровываем друзей вот эти вот маленькие, нетиповые связи, они тоже начинают отцифровываться. И почему это, как бы, классно? Потому что от типизации, от одинаковых вопросов общества, мы теперь хотим быть разным обществом. И у любого, там, у кубачей шанс выиграть гораздо больше, чем у кого-то, кто копирует западные модели. То есть вот что сейчас произошло? Если мы копируем ловый бетон, то это зашипа. А если мы, как бы, работаем с кубачами, то это, как бы, классно, потому что это уникальность. И мы смотрим, да, у нас есть все равно эти 100 архетипов, на которые мы подписаны, и, к сожалению, они отражают бессознательное нашего, немножко как бы, депутатировавшего заходы этих сложных историй народа, и, может быть, он и дальше будет. Но в киберпространстве конкуренцию выигрывает уникальность. Вот, как бы, что произошло. За счет того, что все отцифровывается, все связи отцифровываются, конкуренция начинает выигрывать уникальность. И эта уникальность, вот, в Инстаграме еще так не происходит, а в ТикТоке уже эта уникальность находит сам алгоритм. То есть в Инстаграме, когда ты подписываешься на кого-то, и там у тебя алгоритм помогает оптимизировать тех, кого надо, кого не надо, кто заплатил, кто не заплатил, а в ТикТоке уже там нет этой ленты подписок, там никто не подписывается, там алгоритм находит какую-то виральную штучку, даже если ты самый маленький, и начинает ее раскручивать. И вот мы, потому что это становится интересно, и они чуть-чуть, ну, как бы, меняют... Направляют. Они алгоритм направляют человека, потому что это уникальность. Пять минут? До конца? Хорошо? Хорошо. Да? Итак, чтобы выйти за пределы региона, что-то нужно? За пять минут. Идея, работа с ДНК и работа с... Ну, как бы, есть все очень понимание, но работа с современностью. Зачем в мире это нужно? К тому это нужна уникальность. Работа с ассортиментом ценообразования, потому что 80% покупают, ну, типа не покупают, это может быть красота, 20% покупают, может быть, правильный баланс. И работа, собственно, с бизнес-процессами, это вы мне, наверное, лучше расскажете, я не испытываю. Нужно настраивать каналы коммуникации и продаж, да, вот о чем мы... я говорю, нам нужно понимать, где ваш продукт будет лежать, для какой аудитории он будет работать. И, собственно, контент, потому что мы, ну, как, потому что в киберпространстве, в ноу-сфере уникальный контент интересен. Да, потому что вас найдут, даже если вот сейчас вас не купят, да, то там через 200 лет, если мы создадим классный, уникальный продукт, нас выцепит все равно этот алгоритм, потому что он будет работать со всей уникальностью. И вот к этой уникальности мы будем все вместе. И собирать вокруг себя комьюнити. молодое, да, то есть как бы вы должны, ну, то есть как бы люди постарше, они передают знания, а как, ну, как у Индреев было устроено, вот 15-21, вот человек должен учиться, вбирать эти знания, но он не будет вбирать знания вашего, он должен быть самим. Как вы знаете, вот как Маяковский, почему он скидывал Пушкина с парохода современности? Да, потому что он знал наизусть его. Ему как бы не нужно, он как бы знал наизусть, он скидывал, вы должны дать возможность вот тем 15-20-летним ребятам, которые хотят самореализоваться формулу эту, формулу этой уникальности, и в работе, ну, с традиционным, а они вам должны дать каналы захода в новый аудиторий, потому что очень быстрый стрель. Как бы все будет по-другому, там, все будет условно этим тиктоком, диалогом. Вообще все будет голосовой помощник. В искусственный интеллект, что значит? Будет голосовой помощник, который вас будет сопровождать всегда. Информации слишком много, хотите, я вот подберу, там, дагестанских дизайнеров, хотите, казанских культур, вот это все будет делать ваш голосовой помощник. И мы оказываемся в совершенно новом мире, в котором побеждает уникальность. А уникальность – это территория и традиции. Спасибо.